Пиренейский полуостров расположился на границе Европы и Африки, сформировав один из самых биологически богатых регионов, который стал домом для множества разнообразных представителей животного мира. Засушливое и жаркое лето сменяется влажной и прохладной зимой. И здесь, где резкий контраст присутствует не только в климате, но и в ландшафтах, обитает один из самых редких хищников на планете. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой» и герой сегодняшнего выпуска – незаметный, грациозный, а главное – очень быстрый и ловкий охотник – пиренейская рысь. Переходим к делу. Всего род рысей насчитывает 4 вида. Это обыкновенная, канадская, рыжая и, самое редкое – пиренейская. На протяжении многих лет пиренейская рысь считалась под видом рыси обыкновенной, но, согласно последним исследованиям, животные не имеют столь близкого родства. Пиренейская или испанская рысь отличается более скромными размерами – примерно на треть. Средняя длина тела приближается к отметке в 75 см, короткий хвост не превышает 16 см, средняя масса – от 10 до 15 кг. При этом самки уступают в размерах самцам. Тело животного покрыто рыжевато-коричневым мехом, на котором красуется множество чёрных пятен. За это хищников шутку называют европейским леопардом. Также рысь можно узнать по длинной шерсти на морде, которая напоминает бакенбарды, и тёмным кисточком на ушах. Около 150 лет назад испанская рысь обитала на всей территории Пиренейского полуострова и даже на юге Франции. Однако сейчас ареал сократился до крошечных территорий на юго-западе Испании, а число субпопуляций за последние 50 лет уменьшилось с 15 до 2. Сейчас основным местом обитания животных является территория национального парка Даньяна, где они выбирают горная луга и равнинные леса. Голос животных отдалённо напоминает кошачьи мяукания. Как и положено типичному представителю семейства кошачьих, жарким летним днём рысь отсыпается в укромных местах, скрывшись от палящего солнца и посторонних глаз. Или подолгу приводит себя в порядок, избавляясь от посторонних запахов, тем самым она уменьшает вероятность выдать своё присутствие. Лишь изредка животные перемещаются по территории, площадь которой обычно не превышает 18 квадратных километров. Хищник ловко взбирается на деревья, хотя такая необходимость возникает нечасто. То же самое касается и водных препятствий. Выбирая для охоты ночь, животные бывают активны в светлое время суток, но происходит это чаще в зимнее время года, когда столбик термометра не превышает отметки в 12 градусов Цельсия. В силу размеров, пиренейская рысь не может себе позволить нападать на крупных животных, но и на мелких, хоть и многочисленных грызунов, хищник отвлекается редко, их доля в рационе составляет лишь около 5%. Обычно рысь беззвучно пробирается сквозь густую траву, проходя ежедневно до 7 километров. Её пятнистый окрас является отличной маскировкой в высокой растительности. Именно там скрывается излюбленная добыча хищника – кролики. И пиренейская рысь отлично приспособлена для их поимки. Прекрасное зрение и обоняние позволяют с лёгкостью обнаруживать присутствие жертвы. Дополняет арсенал тончайший слух. Уши движутся независимо друг от друга, улавливая малейшие шорохи в высокой траве. Кролики могут бегать со скоростью 50 километров в час, поэтому рыси важно как можно дольше скрывать своё присутствие. Сократив дистанцию до минимума, хищник прицельным прыжком настигает ничего не подозревающую жертву. А когда подобраться вплотную не удаётся, рысь бросается в погоню. Если спасительная нора далеко, у кролика практически не остаётся шансов. Отталкиваясь мощными и длинными задними лапами, пиренейская рысь развивает скорость до 80 километров в час. При этом отменная реакция и небольшие размеры дают возможность резко маневрировать. Короткий череп увеличивает силу укуса, а острые мелкие клыки с лёгкостью справляются с небольшой добычей. Иногда в цепки лапы хищника попадают птицы, рептилии, рыба и даже молодые особи крупных копытных. Но более 80% остаётся за кроликами, одного из которых хватает, чтобы удовлетворить суточную потребность в еде. Пойманную добычу рысь не поедает на месте, а переносит на безопасное расстояние. Животные ведут уединённый образ жизни, защищая свою территорию от посторонних. Участок самца пересекается с владениями самок, но контактируют они лишь с наступлением брачного периода. Потомство появляется раз в год. Обычно это 2-3 котёнка весом не более 250 грамм. Бремя воспитания и защиты целиком ложится на мать, которая прилагает немало усилий, чтобы не раскрывать местоположение малышей. Для этого она каждые 20 дней переносит их в новое укромное место. Детёныши могут есть мясо уже на втором месяце жизни, но до пятимесячного возраста продолжают питаться молоком матери. В 7-9 месяцев они становятся полностью самостоятельными, но ещё долгое время не покидают мать, пока не найдут собственную территорию. Нередко это происходит лишь в двухлетнем возрасте. У взрослого животного нет естественных врагов, за исключением конкурентов в виде лисиц, мангустов и крупных хищных птиц. Продолжительность жизни не превышает 13 лет. Так почему же пиренейская рысь оказалась на грани исчезновения? Только представьте, около 100 лет назад популяция насчитывала 100 тысяч особей, полвека спустя число рысей уменьшилось в 30 раз, а в начале 21 века во всём мире оставалось всего 100 животных. Разумеется, без вмешательства человека здесь не обошлось. Охотники нещадно истребляли животных, а развитие сельского хозяйства неумолимо сокращало пригодное для обитания территории. И это ещё не всё. В былые времена кролики на Пиренейском полуострове водились в изобилии. Согласно одной из версий, именно из-за них Испания получила своё название. Но в прошлом веке из-за завезённых болезней их популяция сократилась на 95%, что в значительной степени повлияло на численность хищников. Поэтому, чтобы спасти от вымирания рысей, биологи стараются возродить популяцию кроликов, создавая для этого комфортные условия. В настоящее время активно разрабатываются и применяются программы, направленные на восстановление популяции этих красивых и грациозных хищников. В итоге за последние годы число пиренейских рысей приблизилось к пяти сотням. Будем надеяться, что постепенно эта цифра вернётся к значениям 100-летней давности. Если видео вам понравилось, не забудьте поддержать его лайком и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Проводите время с пользой и до скорого!